Добрый день, уважаемые слушатели, зрители, как, наверное. Зовут меня Игорь Викторович Реофилов. Ну, вы прочитали, кто есть такой. Сегодня мы поговорим о достаточно актуальной теме, которая встречается в медицинской практике. Это мучкальная болезнь. Я думаю так, что, может быть, если вдруг возникать будут вопросы, походу, можно, я думаю, что сразу и задавать, чтобы не забывать и не уходить от темы, да, и не возвращаться, допустим, к слайдам каким-то, да. Я думаю, у вас устроит такая... Договорились, да. Если возникнут вопросы, задавайте сразу, мы прервемся, раз обсудим этот вопрос, и тогда уже пойдем дальше, так сказать. Ну, значит, вообще мочеполовая сфера у мужчин, мочевыводящая система у женщин, это тем, что занимается урология, то есть мы урологи, потому что половой сферой у женщин занимаются, как вы знаете, гинекологи, да. Так вот, мочевыводящая система в целом представлена у нас двумя парным органами, это почки, полостная система состоящая из чашечек лохана и мочеточников с обеих сторон, да, мочевого пузыря, мочеиспускательная канала. То есть это система, которая в организме, ну, будем так по-простому говорить, очищает организм наш от ненужных продуктов метаболита, от шлаков, как мы иногда говорим. Среди, ну, почки, конечно же, выполняют очень много разных функций, да, может быть, каких-то тех функций, которые, ну, не обязательно, не должны знать, так сказать, обычные люди, да. Ну, вот то, что это образование мочи, это выделение продуктов, обмена веществ, это удаление из крови чужеродных соединений и интервализация токсических веществ, это же, конечно же, вы наверняка знаете и, так сказать, до этой лекции знали. Почки круглосуточно очищают наш организм от различных вредных и ненужных продуктов. Каждые 7-8 минут кровь каждого человека полностью проходит и фильтруется через них. То есть это достаточно большая скорость. Если представить, что у женщин в среднем общий объем крови составляет примерно 4 литра плюс-минус, да, у мужчин там 5 литров, то вы представляете, что какой объем через почки заразов. Этот объем каждые 7-8 минут через эти органы у нас проходит. И фильтруется вот эта кровь через них. К сожалению, в работе почек, в общем, как и у других органов, могут произойти серьезные нарушения из образования камней в мочеводящих путях. Такой ненуг называется мочекаменная болезнь. Почему это достаточно актуальная проблема? Это потому, что все-таки мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих мест в структуре урологических заболеваний по частоте распространения госпитализированной заболеваемости и по месту среди наиболее частых хирургических заболеваний больных, обращающихся в скорую помощь и поступающих в стационар по экстренным показаниям. Занимая первое место среди урологической патологии, требующей стационарного лечения, заболеваемость мочекаменной болезни продолжает увеличиваться, достигая 30-40% от всей патологии урологической. В среднем по России, ну, цифры, наверное, сейчас уже к этому году и больше стали, ну, это более, около 35%. По мировым данным, уролитиазм, то есть мочекаменной болезнью, страдает до 3% населения земного шара. 12% мужчин и 5% женщин хотя бы раз в жизни переносят почечную колику, обусловленную мочекаменной болезнью. В среднем риск заболеваемости уролитиазм колеблется в пределах от 5 до 10%. И вот посмотрите, пожалуйста, это одни из последних данных о заболеваемости населения Российской Федерации мочекаменной болезнью в абсолютных цифрах. Это научная работа была выполнена московскими урологами, исследователями, да, и сравнивают два года. Это начало 2000-х годов, 2002-й год, и уже середина вот наших второго десятилетия, это 2014-й год. То есть прошло промежуток 12 лет. Вот вы посмотрите, пожалуйста, впервые в жизни выявлено у пациентов в 2002-м году было почти 177 тысяч человек выявлено, да, то уже в 2014-м году в 219-м. То есть посмотрите на этот прирост. 25% прирост впервые выявленных пациентов с мочекаменной болезнью. И абсолютные цифры, то есть всего зарегистрировано сколько, да, всего зарегистрировано было у пациентов. Посмотрите, тоже 35% прирост. То есть это говорит о том, что мочекаменная болезнь, к сожалению, на применение современных методов диагностики, профилактики и лечения, к сожалению, она не убывает, не стабилизировалась, а она достаточно сильно прогрессирует. И вот, говоря о возрастной группе, конечно же, это в среднем трудоспособного возраста, да, но граница значительно расширилась, особенно в детстве. К сожалению, в детском возрасте, в детском возрасте, ну, количество пациентов с мочеками и болезнью также значительно увеличилось. Буквально на этой неделе, ой, на той неделе мне пришлось оперировать девочку 10 месяцев с мочекаменной болезнью. Поэтому вот такие проблемы, к сожалению, они есть, и поэтому эта болезнь достаточно актуальна в наше время. Средний показатель по Российской Федерации числа пациентов с мочекаменной болезнью на 100 тысяч всего населения. Посмотрите, опять, за 12 лет прирост более чем на 30%. Или вот средний показатель по регионам, да, числа пациентов с мочеками и болезнью на 100 тысяч всего населения. Я здесь собрал, вот смотрите, средний это по России, да, почти 580 человек, 580 человек на 100 тысяч населения, да. И вот у нас Алтайский край достаточно выше этого среднего по России и Севастополь. То есть эти цифры говорят о том, что в этих регионах на самом высоком уровне находится мочекаменная болезнь, да. Самый низкий это Ленинградская область и Еврейская автономная область. Да, и вот посмотрите, пожалуйста, Новосибирская область, она превышает значение в среднем по России, но, конечно, не такая, как у наших соседей Алтайского края. Здесь двояко может быть интерпретация этих данных. С одной стороны, это говорит о действительной, о истинной заболеваемости высокой в Алтайской крае. Но и с другой стороны, это может говорить о том, что выявляемость пациентов с мочеками и болезнью в Алтайском крае тоже на достаточно высоком уровне, да, на достаточно высоком уровне. Ну, вот еще раз хочу повторить вот эти цифры, что все-таки у нас тоже в Новосибирской области достаточно высокий уровень заболеваемости этой проблемы. Аналогичные результаты мы можем увидеть и, посмотрев на среднее число пациентов, впервые в жизни установлен диагнозом мочекаменной болезни на 100 тысяч населения в 2014 году. Посмотрите, пожалуйста, тоже по Российской Федерации, 150 в среднем, и Новосибирская область, наш регион, так же превышает эти средние значения. И вот посмотрите, в 2014 году умерло, вот именно мочекаменной болезни, да, умерло 1340 человек в среднем по Российской Федерации. Казалось бы, что, ну, достаточно маленький процент, да, 0,16 процентов, вот здесь вот видно эти цифры, да, но с учетом того, что у нас все-таки технологии шагнули далеко вперед, да, и они постоянно совершенствуются, я говорю. Я просто даже сравниваю себя, когда я в 91-м году закончил наш университет, ну, тогда еще институт медицинский, и сейчас, когда я начал работать урологом, да, в областной больнице, то скачок значительный, даже по нашей больнице можно увидеть. Поэтому, к сожалению, такие цифры все-таки присутствуют, несмотря на то, что еще раз хочу подчеркнуть, что медицина значительно шагнула вперед в диагностике, лечении, ну, достаточно большого, разнообразных количества разных заболеваний. Посмотрите, вот, пожалуйста, тоже нефталитарные. Ежегодные заболевания с мочеками на болезни на Сибирской области, также, ну, со значительным ростом обращение больных на амбулаторный прием с уролитиязмом составляет почти 8% от всех посещений. Такой показатель является очень высоким. По Российской Федерации он колеблется от 1,7% до 4,8%, да, то есть практически, ну, почти в два раза. И вот посмотрите тоже эту табличку, пожалуйста. В 2009 году на амбулаторном приеме было, ну, 4800 пациентов с мочеками на болезни, то уже в 2012 году полтора раза примерно увеличилось и стало более 6000. Ну, последние данные еще не посчитаны за 2017 год, поэтому мы пользуемся пока этими. В чем же причина развития мочекаменной болезни? И отсюда, наверное, мы будем искать пути их профилактики. В основе развития мочекаменной болезни лежат нарушения обменных процессов в организме, возникающих на фоне наследственной предрасположенности, морфофункциональных изменений, мочеводелительной системы, заболевания, эндокринной системы. Нужно сразу сказать, что мочекаменная болезнь, к сожалению, это хронически рецидивирующее заболевание. И появившись один раз у пациента, да, и проявляется эта мочекаменная болезнь образованием камня, то есть нужно понимать, что мочекаменная болезнь – это болезнь всего организма. А камень, какого бы он ни было, размера, локализации, по химическому, физическому составу, каким бы он ни был, это только проявление мочекаменной болезни. И вот, к сожалению, до сих пор мы, вы увидите, какие методы существуют, мы воздействуем на следствие этой причины. То есть мы удаляем камень, либо он сам отходит с током мочи, либо мы удаляем камень, но, к сожалению, мы до сих пор не воздействуем на причину образования этих камней, потому что, к сожалению, до сих пор, ну, до конца не выяснены истинные причины, почему развивается именно мочекаменная болезнь. Именно мочекаменная болезнь, которая проявляется образованием камней. Это вот, я надеюсь, это понятно, да? Вот, и отсюда как раз и все проблемы, что мы до конца не знаем развитие, почему начинает образовываться камень, почему развивается мочекаменная болезнь. Конечно, мы можем и определяем, и определили давно факторы, которые могут способствовать возникновению мочекаменной болезни. Вот посмотрите, пожалуйста, ну, достаточно много этих факторов. Это проживание в эндемичных районах. Кстати, сказать, что вы, наверное, поняли уже из начала лекции, что Новосибирская область является эндемичным районом, потому что мы превышаем средние показатели по этому заболеванию. Среди регионов, так сказать, районов Новосибирской области, и, конечно же, это эскетимский район является эндемичным. Это однообразная пища, богатая веществами, способствующаяся к камнеобразованию. Это малоподвижный образ жизни. Это генетическая предрасположенность. Все-таки, ну, прослеживается достаточно четко такая система, что если у пациента, у родителей, вернее, ну, ближайших родственников, у отца или у матери была мочекаменная болезнь, то, конечно же, вероятность развития у их ребенка этой болезни, она гораздо выше. Прием некоторых лекарственных препаратов, например, препараты кальция, препараты витамина Д, аскорбиновой кислоты, сульфаниламидов, эти тоже препараты могут приводить к развитию мочекаменной болезни. Мы даже вот иногда наблюдаем в практической своей деятельности, когда пациентам в травматологическом отделении назначают препараты кальция, чтобы, так сказать, кости лучше сращивались, да, то у этих пациентов мы иногда наблюдаем быстрое образование камней, либо развитие мочекаменной болезни, либо быстрый рецидив. Конечно же, это недостаточный водный питьевой режим, это минерализованная вода в каких-то районах, да, аномалия мочеводелительной системы, это уже проблемы, которые появляются еще внутриутробно, то есть различные аномалии развития. Это, конечно же, инфекционно-воспалительные заболевания мочеводящей системы, это пиронефриты, циститы и так далее. Это заболевания других систем, гастрит, гепатит, панкреатит, гиперпаратириоз, подагра, царкоидоз, гиператириоз и некоторые другие. Камни бывают одиночными, множественными по локализации, паренхематозными, лоханошно-паренхематозными, лоханошными, камнями мочеточников мочевого пузыря. Размеры камней могут доходить до 15 см и более в диаметре. Ну вот форма здесь тоже представлена самая разнообразная. А вот если говорить о размерах до 15 см, а вы представьте, что размер нормальной почки, нормально функционирующей здоровой почки, составляет 12 на 6 см. и вдруг такие камни, которые выполняют всю чашечную лоханошную систему, и которые называются кораловидными камнями. Кораловидными камнями. Значит, ну, все-таки, я, конечно, понимаю, что вы не специалисты, да, но все-таки нужно, можно развести, и для вас, наверняка будет интересно, что бывают неинфекционные камни, это ксалаты, фосфаты, камни из мочевой кислоты, инфекционные камни, фосфат, апатит, урак, генетические причины могут приводить к камнеобразованию, ксатин, ксантин, да, лекарственные камни. Ну, кстати, вот, последние камни, они, конечно, гораздо встречаются, гораздо реже. Вот в основном мы, урологи, да, практически врачи, различаем, вот, основные группы, это 4 группы. Это ксалаты, фосфаты, ураты, ну, иногда карбонаты, вот эти вот цистиновые, ксатиновые, белковые камни, холестеринные, они встречаются крайне редко, практически, такого значения практически не имеют, и еще одна группа, это смешанные камни, потому что в чистом мире камни встречаются примерно в 50% случаев, а в остальных в мочи отдастся смешанные поли-минеральные по составу камни. Так вот, говоря вот о первых трех группах, это ксалаты, фосфаты и ураты, мы можем обратить внимание на уратные камни, то есть состоящие из мочевой кислоты. Это единственные камни, которые не видны на рентгене, то есть мы будем об этом говорить чуть ниже, когда будем говорить о диагностике. И это единственные камни, которые подвергаются растворению. Все, что остальное вы слышите по телевизору, да, какие-то препараты растворяют там камни, при этом не акцентируя внимание по составу, какой это камни, конечно же, это, ну, несколько не так, будем мягко говорить, да. Аксалаты и фосфаты, это, конечно, видимые на рентгене камни, да, и это помогает нам легко их диагностировать, достаточно легко. Основными проявлениями мочекаменной болезни является болевой синдром гематурии, то есть примесь крови в моче, это пиори, то есть примесь лейкоцитов в моче и расстройство мочеспускания различное. Ну, а отхождение камней является застоверным признаком наличия у пациента мочекаменной болезни. Значит, боли абсолютно могут быть, ну, тихие, далёхие какие-то, да, носить тупой какой-то такой характер, да, и не всегда пациенты даже обращают на это внимание, но одним из таких вот ярких проявлений мочекаменной болезни это является почная колика. Это целый синдромокомплекс, он требует, он относится к неотложным состояниям, и поэтому пациентов с почной колики, конечно же, необходимо госпитализировать, ну, по крайней мере, госпитализировать приёмный покой, где врач решает о целезообразности его госпитализации. То есть это относится к неотложным состояниям. Примерно, почная колика примерно встречается у всех пациентов, от всех пациентов с ночной болезнью развивается примерно в 30%. Из этих 30% ещё 30% не обращаются к врачам, потому что буквально почная колика проходит в течение нескольких минут, и даже вот в этот период у пациентов, у людей, отходят камни мелкие, так, 1-2 мм, и поэтому колика достаточно быстро оккупируется, и они не обращаются к врачам. А это всё-таки надо делать, даже если боли прошли, камень отошёл, всё равно надо к врачу обратиться, чтобы составить какой-то план мероприятий по профилактике рецидива почекальной болезни. При камнях почек почная колика наблюдается более чем в 50% случаев, при камнях ночиточника практически в 100% случаях. Из лабораторных инструментальных методов обследования, конечно же, мы должны взять у пациента общий анализ крови, общий анализ мочи, взять мочу на посев, очистительность к микрофлоре, обязательно посмотреть, взять биохимию, то есть кровь из вены, это мочевина, кретинин, помимо этого, конечно, желательно посмотреть мочевую кислоту, кальций крови, да, и вот уже инструментальные методы провести в соответствии с последующим это вот прозвуковое исследование, это лучевые методы обследования, компьютерная томография, сцентография почек, мы об этом чуть подробнее поговорим. Значит, что мы обращаем, почему мы должны начинать с этих анализов, на что мы должны обращать внимание. Общий анализ крови. Иногда, ну, даже в подавляющем большинстве случаев, при мочевинальной болезни, когда не присоединяется еще инфекция, да, когда нету вторичного, атаки вторичного пилонефрита, то есть воспаления почек, то этот анализ может, ну, часто оказывается достаточно нормальным, то есть нету никаких отклонений. Но все-таки мы его обязаны посмотреть, чтобы определить, есть ли нет тенденция к развитию инфекционно-воспалительных осложнений, при мочевинальной болезни. Значит, в общем анализе мочи мы, конечно, смотрим наличие эритроцитов, то есть примесь крови, потому что не всегда примесь крови может быть видимая на глаз. Конечно, в урологии примесь крови, которая видимая на глаз, то есть красная моча, это достаточно тревожный симптом. Это называется макрогематурия. А когда в общем анализе мочи только под микроскопом видны большое количество эритроцитов, то это микрогематурия называется. Но вообще, если говорить о макрогематурии, то есть это когда моча красная, а она бывает может быть розовой, интенсивно красной, такой темно-красной, иногда даже со сгустами, я уже сказал, что это достаточно тревожный симптом в урологии. Фактически это кровотечение. И он характерен не только для мочекаменной болезни, но и для других заболеваний. И чаще всего все-таки для злокачественных образований мочи, выводящих мочеполовых путей. Поэтому обязательно надо обращаться к врачу, если вы увидели какие-то изменения по цвету мочи. Мочинина и кретинина это специальные показатели, которые оценивают функциональную способность почек. Общую. То есть мы по этим анализам судим, насколько почки состоятельны. Именно обе почки, если они, конечно, есть. Потому что, ну, мне, конечно, очень часто приходится встречать пациентов, у которых одна почка, либо в силу каких-то обстоятельств выполнять операцию и удалять почку. Поэтому таких пациентов с одной почкой я, конечно, встречаю гораздо больше. И все-таки мы подразумеваем, что когда у пациента впервые развивается подозрение на мочекарную болезнь, либо она уже нету подозрения, а мы действительно поставили этот диагноз уже, конечно же, мы должны оценить суммарную функцию почек. Это важный момент, который определяет дальнейшее обследование, а во-вторых, конечно же, определяет лечебную тактику. Лечебную тактику. И вот говоря об ультразвуковом методе исследования, ну, нужно сказать, что этот метод достаточно широко сейчас распространен, да, он практически есть в каждой клинике, ну, много коммерческих каких-то медицинских центров, где вам могут предложить ультразвуковое исследование, да, они, конечно же, есть эти методы в стационарах, которые принимают экстренных больных, ну, достаточно распространенный метод. Вот еще раз хочу вернуться опять к тем словам, о которых я вам говорил, когда вот я начинал свою работу, так сказать, лихих в 90-х, да, и вот сейчас, ну, конечно же, доступность ультразвука на несколько порядков стала сейчас лучше. Этот метод простой, этот метод безопасный, до сих пор нету никаких работ, никаких исследований, которые говорили бы о том, что этот метод ультразвук, он как-то оказывает какое-то вредное воздействие на организм, на организм. Поэтому, конечно же, он доступен. Но, вот посмотрите на эти цифры, это наши специальные там термины, чувствительность, и специфичность. Мы будем так образно говорить, что это достоверность, так, чтобы понятно было, что достоверность примерно составляет, ну, от 45 до 90%. И все-таки, все-таки говоря о ультразвуковом методе, мы, еще раз хочу подчеркнуть, что это не 100% метод. Вообще, в принципе, я даже студентам, курсантам, коллегам своим, когда провожу какие-то семинарские занятия, читаю лекции, говорю, что в медицине на самом деле, наверное, нету каких-то 100% методов. Но, вот, хотя, с другой стороны, говорю, что в медицине достаточно все логично, как в математике, наверное. И вот, есть определенные критерии, критерии достоверности мочкальной болезни. То есть, это гиперэкогенная тень, посмотрите, пожалуйста, да, с четкой акустической дорожкой. Это вот почка так, пусть, по ультразвуку выглядит, да, это вот паренхема темненькая такая, да, это считается полостная система, да, она не расширена в норме должна быть. И вот, такое яркое пятно, я надеюсь, видно на экране, да, с четкой акустической дорожкой. Вот все, что имеет гиперэкогенную структуру, но не имеет акустической дорожки, не относится ко мне. И это иногда приводит к какой-то путанице. Ну, во-первых, опять же, возвращаясь к тому, что достоверность этого метода не стопроцентная, при ультразвуке встречаются моменты, которые приводят как гипердиагностики, так и гиподиагностики. То есть, находят того, что ничего нет на самом деле, и не видят того, что есть на самом деле, да. И здесь, я бы не ругал врачей, специалистов, которые этим занимаются, да, потому что ультразвуковые аппараты, да, ну, с чем сравнили? Как автомобили. Были, значит, там на дровах автомобилей, потом там углях, потом бензин стал, да, сейчас там дизельные какие-то, да, электричество, да, так и медицинское оборудование. Оно было попроще, становится все, так сказать, чувствительным, да, с большей разрешающей способностью, да, и в силу того, что ультразвуковые аппараты разные, разные, конечно, вот эти такие отклонения, я бы не скажу, что это ошибки, да, но вот эти вот отклонения, они встречаются, и приходится иногда пациентов успокаивать, потому что довольно-таки часто прибегают пациенты ко мне на консультацию, и говорят, что доктор, у меня вот мочекаменная болезнь, ультразвуковод, я была на УЗИ, или был там, и мне поставил, я смотрю снимочки вот такие, а там нет акустической дорожки, и начинают успокаивать, и, конечно же, по одному ультразвуку, по одному ультразвуку нельзя выставить окончательный диагноз, вообще в медицине диагноз выставляется на основании комплекса мероприятий, начиная от расспроса, жалоб, изучая анамнез жизни пациента, анамнез развития заболевания, и различные виды обследования, только на основании этого можно поставить диагноз, и еще один важный момент, я хочу сказать, что параклиницисты, то есть это специалисты, которые занимаются конкретной диагностикой, ультразвуководисты, компьютерная томография, мы о ней будем тоже ниже говорить, рентгенография и так далее, мы, они не должны ставить диагноз, они пишут заключение, то, что они видят, то, что они видят при своем обследовании, они абсолютно так и написают в заключении, что это гипергергенная тень с акустической дорожкой, там, возможно, мочекальная болезнь, и, кстати, в некоторых клиниках, в некоторых поликлиниках, больницах, каких-то структурах медицинских, так и пишут, что заключение не является медицинским диагнозом, и вам необходимо обратиться к соответствующим специалистам. Вот это я считаю грамотно. То есть, еще раз хочу подчеркнуть и для вас, в том числе, что на основании одного вида какого-то обследования нельзя поставить диагноз, правильно? И вот, косвенные признаки, особенно это, когда прочная болика случается, это говорит, по утрозвуку, мы можем увидеть расширение полосной системы. Вот так это выглядит, да? Вот посмотрите здесь, пожалуйста, на этом снимке. Только мы камень видим, да? Но не видим расширение полосной системы, а здесь мы достаточно отчетливо видим расширенные чаши, что вот я ввожу их контуры, лоханку, и даже расширенную верхнюю треть мочеточника. Конечно же, лучевые методы обследования большую роль играют в диагностике мочекальные болезни, и вот, опять же, возвращаясь к какому-то лекционному материалу, студентам, будущим врачам, курсантам и так далее, я говорю, что не потеряла актуальность обзорной эксцентурной номерографии, эксцентурной я вам чуть ниже объясню, почему. Хотя на первое место сейчас выходит мультиспиральная компьютерная домография, но мы об этом чуть ниже поговорим. Она свою актуальность не потеряла. И вот посмотрите, пожалуйста, что мы ищем, ну, рентгеновские установки самые разнообразные, что мы ищем на рентгеновских снимках, на обзорной урографии. Мы, ну, здесь такая яркая, я подобрал вам снимочек, такой, чтобы показательный был, это тень в проекции мочевыводящих путях. Она может быть в проекции правой почки, например, здесь, да, ну, где-то там тени в проекции мочеточников могут быть выглядеть. Вот здесь прицельная урография обзорная корловидного камня, да, корловидного камня и камня верхней третьей мочеточника. То есть нам нужно об этом мы ищем симптом дополнительной тени. Однако, учитывая то, что бывают в камне рентген негативные, а я вам помните назвал, что это камни из лучевой кислоты уратной камней, они на рентгене не видны, потому что там органики много, и они не задерживают рентгеновские лучи, их так называют рентген негативные камни. Это те камни, я вам напомню, которые могут растворяться. Так вот, отсутствие тени на обзор на урограмме нам не снимает диагноза мочекаменная болезнь. Не снимает диагноза. Конечно же, мы не должны успокаиваться и врачи, и вы не должны успокаиваться. Ну, врач говорит, ну, нет у вас на обзорной урограмме тени, все, мочекаменная болезнь. Нет, конечно, это несколько неправильно, будем говорить. Конечно же, нам позволяет уточнить диагноз эксклюторная урография. Эксклюторная урография это метод обследования, когда внутривенно вводят рентген-контрастные вещества. Рентген-контрастные вещества, и они через определенное время вместе с кровью, которая проходит через почки, начинают выделяться в полостную систему. И вот так вот это видно, да, вот так видно. Здесь вот симптом указательного пальца, такой вот, видите, несколько расширенный мочеточник, лоханочка несколько расширенная, а здесь, вы посмотрите, стрелочка обозначена, здесь мы видим дефект наполнения, дефект наполнения, это как раз и характерен, вот этот симптом, он как раз и характерен для рентген-негативного камня. Но обязательно вот в этих случаях, когда дефект наполнения мы видим при различных видах исследования лучевых, да, с контрастом, или в лоханке, или там в мочевом пузыре, или в мочеточнике, конечно же, надо этот симптом дифференцировать между рентген-негативным камнем и опухолью, мочевыводящей системы. Опухоль, ну, это не тема нашего сегодняшнего разговора, я просто вкратце скажу, что опухоли бывают и злокачественные, и доброкачественные, но нам обязательно нужно разобраться с этим диагнозом, с этим диагнозом. И вот о компьютерной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии. Ну, сейчас тоже необходимо сказать о том, что достаточно, ну, достаточно широко использует этот метод, так вот даже по прикидкам, сейчас если мне вспомнить, когда я начинал свою деятельность, у нас вообще по-моему город, нет, был один компьютерной томографии первого поколения, да, один, сегодняшний 90-й, а сейчас, ну, если, ну, не меньше 20-ти, это точно по городу стоит, например, в областной больнице только стоит два компьютерных томографа, да, и один магниторезонансный там томограф, да, в Мишалкино, значит, на горбольнице в диагностическом центре, да, в НИТО, ну, и в коммерческих структурах наверняка уже много, ну, достаточно много. И вот мы говорим о том, что мультиспиральная компьютерная томография является сейчас золотым стандартом диагностики мочекамерной болезни. Почему? Потому что чувствительность и специфичность этого метода даже в нативную фазу, то есть, когда мы не вводим еще контраст, она составляет 96-98%, ну, достаточно высокий процент. Вот, конечно же, большую, так сказать, помощь в постановке правильного диагностика, позволяет выполнение компьютерной томографии сконтрастирование. Опять же, да, как вы помните, при томографии я вам говорил, вводится контраст. И вот, посмотрите, достаточно, как бы, красивые картинки, да, рождается камень из устья, да, это симптом указательного пальца, камень нижней третьей мочеточки, вот симптом указательного пальца, да, то есть, помимо всего прочего, почему выходит, так сказать, на первое место, вернее, не выходит, а он вышел на первое место, и, скорее всего, мы через какое-то время уже не будем так широко выполнять обзорную скриторную урографию, да, а будем выполнять компьютерную томографию при не той мочкальной болезни, при других каких-то ситуациях, да, потому что действительно это, ну, разрешающая способность этого метода достаточно очень высока, практически подходит к 100%, особенно если, еще раз повторюсь, выполняем сконтрастирование, то, конечно же, результаты постановки правильной диагноза значительно увеличиваются. Почему еще вот важно это исследование, помимо всего прочих преимуществ, да, но это точная локализация, мы можем определить, все-таки находится камень, это мы можем определить его форму этого камня, потому что если рентгеновская картина это как бы плоская картина у нас, да, и мы видим только в одной проекции, да, то компьютерная томография, которая позволяет реконструировать ситуацию в 3D, сделать 3D-моделирование, да, то мы конечно же можем измерить скрытую от нас часть, не в одной проекции, а в трех проекциях, да, и установить точные размеры камня, но и это еще не самое главное при диагностике мочекаменного лезда, один из важных моментов, параметров, которые мы можем определить при мультиспиральной компьютерной томографии, это определить плотность камня, плотность камня, плотность камня измеряется в таких единицах, которые называются хаосфильты, это исследователь, имя по исследованию, который вот, ну, стал, привел к тому, что можно измерять, это отношение, ну, будем так говорить, костей мягким тканям, да, и в зависимости от этого, конечно же, мы можем определить плотность камня, так вот, для чего мы определяем плотность камня, чтобы врач смог определить, определить тактику необходимую в каждом конкретном случае для этого пациента, то есть, вот эти важные параметры, конечно же, мы должны при этом в виде диагностики выяснить, еще одним методом, ну, как бы мы пользуемся при определенных показаниях, это стентиграфия почек, стентиграфия почек, ну, она на самом деле выполняется гораздо реже, чем остальные методы исследования, почему? Ну, потому что, если исходить из организационных моментов, этот метод выполняется у нас всего в двух клиниках, это в центре имени Мишалки на Вакадем городке, да, и в областном онкодиспансере на Плохотного. Что позволяет определить этот метод? Этот метод позволяет определить раздельную функцию почек, раздельную функцию почек, и когда это важно? Это важно тогда, когда мы должны определить, сохранить пациенту почку или нет в результате какой-то патологии. Допустим, коралловидный камень, длительно существующий коралловидный камень, который привел к тому, что корковый слой почки стал тонкий, да, она уже не продуцирует то количество мочи, которое положено ей продуцировать, да, и, конечно же, убрав этот камень, мы не восстановим почку, и через какое-то время наступит сморщивание почки, начнется развитие нефрогенной гипертензии, которая плохо корректируется, и, конечно, в итоге, через несколько лет, все равно пациент придет к вам, и эту почку придется убрать, потому что давление плохо корректируется обычными лекарственными гипотензивными препаратами. То есть, это специальные методы диагностики, которых мы должны помнить. Каковы же современные подходы к лечению мочекарной болезни? Ну, как в любой медицинской дисциплине, подходы к лечению того или иного заболевания можно разделить на два. Это консервативное лечение и хирургическое лечение. Ну, наверное, когда острый аппендицит только развивается, в пациенте, конечно же, его надо быстро в больницу, и хирург должен этот аппендикс воспаленный удалить, потому что не удалив, перитонит и так далее. Ну, наверное, существуют еще какие-то болезни, которые можно применить данный метод. В какой-то мере это относится и к мочекарной болезни. Но мы разберем, когда показана консервативная терапия и когда показано хирургическое лечение, потому что вообще мочекарная болезнь считается все-таки хирургическим заболеванием. То есть в большинстве случаев требующие хирургического вмешательства. Ну, постепенно мы сейчас к этому подойдем. конечно же выбор способа лечения определяется количеством конкрементов, локализацией камней, их величиной, формой. Ну, например, если камень находится в нижней чашке, он практически не беспокоит пациента. Небольших размеров, 8 мм, шейка этой чашечки достаточно узкая. Я вам даже нарисую, чтобы было понятно. Можно нарисовать? Ну, попробуйте. Нет, не рисует. Они, наверное, высохли уже. Ну, ладно, не будем. То есть это ага, а на уши рисую. О, интересно как. Ну, ладно, не будем так, не знаем, как пользоваться. Это одна ситуация, да, и можно за этим пациента понаблюдать, потому что этот камень не беспокоит. Его вероятность отхождения из нижней чашечки в лоханку, а потом в мочеточник, когда вызывается почная колика, ну, достаточно низкая, что он выйдет, да, и поэтому за этим камнем можно понаблюдать. Или ситуация, когда камень находится уже в начале мочеточника, то есть в лоханочном мочеточнике в сегменте, он вызывает обструкцию, то есть моча плохо через него протекает вниз по мочевому пузырю, да? Ну ладно, я понял. Вот. и, конечно же, с таким камнем надо что-то делать, что-то делать, иногда это делать надо срочно достаточно. Сроками, заболеваниями тоже определяется выбор, способ лечения, да? Наличие сопутствующих инфекций мочевыводящих путей, конечно же, плановые операции нельзя выполнять, когда у пациента выраженная инфекция протекает, да, вторичная, даже пускай без температуры, да, ну, большое количество лейкоцидов, конечно же, сначала надо просонировать эти пути. функциональные способности почки, мы уже с вами об этом сейчас только что поговорили, когда выполняем сцентеграфию, чтобы определиться, все-таки нужно оставлять почку, можно, вернее, не нужно или не нужно, это же не от нас зависит, а необходимо оставлять почку или все-таки ее необходимо убирать. Ну, и наличие сопутствующих заболеваний. Ну, во всяком случае, во всяком случае у меня такой принцип, я его передаю своим коллегам, студентам, в каждом конкретном случае должен быть индивидуальный подход. Да, у нас есть общие рамки, общие коридоры, так сказать, какие-то параметры общие, которыми мы руководствуемся в своей профессиональной деятельности и при лечении конкретной патологии какой-то, но каждый пациент индивидуальный, и поэтому подход к лечению казалось бы одинакового заболевания должен быть тоже индивидуальным. Конечно, хотелось бы до начала лечения изучить фазовый химический состав мочевых камней, чтобы профилактировать дальнейшие образования, оценить микроскоптурную плотность камней, исследовать обменные нарушения в крови и моче больного, исследовать мочу наличие инфекции мочевых путей. Все это, конечно, желательно исследовать до начала лечения. И все-таки на что направлена консервативная терапия? Консервативное лечение направлено на три основных момента. Это камни изгнание изгнание, это химолиз, то есть растворение камней и профилактику рецидива, и это санация мочевых путей. Про санацию мочевых путей я вам уже кратко сказал, что, конечно же, нужно, если инфекция есть, ее надо излечить, либо минимизировать, чтобы нам спокойно выполнить плановое оперативное лечение. Говоря о камне изгнание А, ну давайте сейчас назад ревнемся, немножко непопорядка мне. Давайте про химолиз поговорим. Ну, вообще, конечно же, я уже вам сказал о растворении в кратком где-то там в начале лекции, сказал, что растворяется единственное это урадные камни, то есть камни из лучевой кислоты. Так как это органические камни. И на рынке сейчас, на рынке сейчас присутствует всего лишь один препарат немецкий. Если еще в прошлом году, видим, опять регистрацию не прошел, это два немецких препарата кори. значит, урадный пур и блемаре это цитратные смеси, цитратные смеси, что позволяет использование этих препаратов. Эти препараты поддерживают кислотность мочи в определенном диапазоне, в котором, если мы их поддерживаем строго в этом коридоре, то камни урадные начинают растворяться. И тем самым, конечно же, мы без операции избавляем пациента от камней почки, допустим, или мочевого пузыря даже. Но какова эффективность? По собственному опыту, по пациентам, которые ко мне вращаются с различными формами мочекальной болезни, примерно 60-70 процентов камней можно именно урадных растворить. Это достаточно хороший показатель, мне кажется. И опять же я хочу повториться, что в медицине не бывает 100% каких-то результатов, каких-то моментов. Но 60-70, ну там 80% это достаточно хороший результат. Конечно же, вот там перед этим были слайды, различные виды растительных гиуретиков, да, там анифрон, нефродост, брусневер, просто какие-то сборы мочегонных трав, да, фид-аптек сейчас много достаточно. Конечно же, их тоже необходимо применять примочками болезни, особенно после, в плане метафилактики, когда мы должны поддерживать и профилактировать рецидив камнеобразования. Это хорошие, нормальные препараты, да, конечно же, ну, я вам хочу сказать, что все лечение должно выполняться под руководством врача. То есть, конечно же, самолечением заниматься не стоит, не стоит, хотя, ну, в интернете очень много статей различных, все-таки, даже если вы почитали что-то и, там, нашли у себя признаки, или даже если поставили диагноз, все-таки, нужно посоветоваться с лечащим врачом для применения той или иной формы лечения, да. Камнеизгоняющая терапия. На что она направлена? Ну, понятно, что она направлена на то, чтобы камень отошел с током мочи. На самом деле, я вам уже обмылся в начале лекции, что, ну, достаточно много людей, у которых камни отходят с током мочи. Это мелкие камни, один, два, три миллиметра. И мы даже об этих пациентов не знаем порой, да, потому что вот такие мелкие камни, они отходят свободно, да, свободно. Почему? Ну, чтобы там не углубляться в анатомию, я вам скажу, что самый узкий отдел мочеточника, это отдел мочеточника, который пронизывает сетку мочевого пузыря в косом направлении. Так называемый интермуральный отдел. Его диаметр, четыре миллиметра. Но он может чуть-чуть расширяться еще, потому что все-таки это у нас мочевой пузырь и мочеточник, это не железная структура, да, они имеют какую-то растяжимость, да, определенную. и, конечно же, и, конечно же, что камни до четырех миллиметров, вот посмотрите здесь представлены, да, спонтанно ходят практически восьмидесяти пяти процентов случаев. А остальной отдел мочеточника у нас имеет диаметр внутренний где-то примерно восемь миллиметров, да, и может растягиваться, да, до одного или одного и одного даже, да. И уже смотрите, пожалуйста, при камнях четыре-пять миллиметров, да, чуть-чуть на миллиметр больше казалось на интерамуральном отделе, пятьдесят всего лишь процентов, а камни более пяти миллиметров всего лишь размером всего лишь десять процентов. Конечно же, существуют существуют лекарственные препараты, которые способствуют, физиопроцедуры, которые способствуют отхождению отхождению вот таких небольших камней. Ну, в своей практике я видел пациентов, у которых отходили столько мочи самостоятельно, которые очень боялись операции, просили докторов любыми следствиями, какие там нужно, назначьте мне, чтобы все-таки сами отошли. Один и два сантиметра, достаточно крупные для мочеточника камни, но все-таки это опасно, главное, чтобы не наступило осложнение при прохождении камня по мочеточнику в виде острого белонефрита, потому что это одно из серьезных осложнений, которые, ну, опасны не только для органов становятся, но и для организма в целом, для жизни пациента. Острый пилонефрит, который может приводить к развитию уросепсиса, шока какого-то и так далее. поэтому, конечно же, здесь достаточно осторожно надо относиться к различным осложнениям мочекаменной болезни. Поэтому, конечно же, какие это препараты? Это вот опять же вернемся к растительным препаратам, которые я уже называл, канифрон, нефродоз, брусневер, это нарастительный асмоцистон, там, уралисан, ну, попола, еще так много достаточно растительных препаратов, да, которые промышленно выпускаются, да, помимо того, что, конечно же, можно рекомендовать заваривать банальные отвары мочевонных трав, толокнянка, брусничник, листья смородины и так далее, да, и так далее. Это тоже все способно. Ну, помимо этого, конечно же, специальные препараты, и вот для камней средний, низний, третий, это даже есть в клинических рекомендациях наших, которым мы руководствуемся, ну, я имею ввиду, урологов, да, нашей страны, это, так сказать, руководство в действии, там есть препараты, например, такие, относящие к группе альфа-дреноблокататоров, это считается мужской препарат, да, он часто назначается при доброкачественной гиперплазии пристательной железы, когда есть проблемы с пристательной железой, у мужчин, там, больше, старше 50 лет, вот, но, однако, ученые выяснили, что, вот эти рецепторы, на которые действует этот препарат, они находятся не только в мочевом пузыре, но и находятся во всем отделе мочеточника, особенно, концентрация высока этих рецепторов в нижнем переднем мочеточнике, поэтому при приеме этих препаратов, да, сократительная способность мочеточника улучшается, да, и это способствует расхождению камней, ну, конечно же, можно и спазмолитики, и здоровых средств, какие можно препараты, это, вернее, мероприятие, это, конечно же, горячая ванна, да, при обильном питьевом режиме, это ваня, можно сходить, но еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти все мероприятия мы должны согласовать все-таки с лечащим врачом, потому что мы должны знать четко, что у камня это около 5 миллиметров, меньше 5 миллиметров, потому что, ну, очень аккуратно надо проводить камни-изгоняющую терапию при камнях одного сантиметра, да, и больше, да, и даже больше 5 миллиметров, но у меня сейчас есть пациент по наблюдениям, который, вот он прямо очень не хочет какого-то вмешательства, несмотря на то, что наша областная больница применяет достаточно современные методы, которые в мире используются, и в мире используем у нас в Новосибирске областной больнице, да, вот, малоинвазивные, так сказать, технологии, вот он боится, вот у него камень 5 на 7, 5 на 7 миллиметров, он расписал ему вот всю терапию, сказал, давайте сделаем контроль, вот сейчас в пятницу уже, потому что он сегодня был у меня немножко недели, да, вот, посмотрим динамику, идет, не отошел, отошел камень, потому что все-таки, если проходит определенный срок, а этот срок ограничен 10-14 днями, если камень, мочеточники, находится в одном месте, да, не двигается, то уже дальнейшее, дальнейшее проведение камня изгоняющей терапии бессмысленным становится, почему? Потому что мочеточники, вокруг камня, слизистая мочеточника, она, бульозно, становится бульозно-отечной, и как бы камень, как в муфте, оказывается, да, и он уже, вот этот вот бульозно-отек, не дает ему продвинуться, и это мы видим определительно стоящий камень, во время проведения эндоскопических различных операций, вот, поэтому, конечно же, конечно же, еще раз хочу прямо подчеркнуть, что все лечебные мероприятия, даже если вы проводите в амбулаторных условиях, в домашних условиях, конечно же, вы должны согласовывать с лечащим врачом, с лечащим врачом. И, если камень, еще раз повторюсь, если камень стоит на одном месте более 10 дней, конечно же, приходить уже и вопрос решать о каком-то либо хирургическом вмешательстве. И вот мы переходим к хирургическому лечению. Вообще, нужно бы сказать, что, допустим, по рекомендациям, последним, одних из последних рекомендаций Европейской Ассоциации Урологов, да, а мы, наше Российское Общество Урологов, ну, как бы, ассоциируем с этим Европейским Обществом Урологов, у них уже такие рекомендации, что наличие камня является показанием к активному его удалению. Не важно. Если у нас еще какие-то камни, мы можем наблюдать за ними, то практически у них уже наличие любого камня является к активному его удалению. И все-таки показания к активному удалению камней почек. Потому что мы помним о том, что камни в почках могут быть, и в камни в мочеточниках. Но мочевой пузырь это отдельная тема, мы большого акцента на этом не будем делать. какие же показания к активному удалению камней в почеке. Так это рост камня, то есть это увеличение размеров камня. Камни у пациентов с высоким риском камнеобразования, то есть у которых часто наблюдается рецидив. Это обструкция, то есть когда камень мешает нормальному оттоку мочи из верхних мочевых путей. Инфекция, конечно, особенно часто рецидивающая является показанием. Это симптоматические камни, которые приводят к боли, кематурии. Камни больше 15 миллиметров. Уже хоть не беспокоит, но это появляется показанием. Камни меньше 15 миллиметров, если наблюдение не является почтительной тактикой. Выбор пациента. Что значит выбор пациента? Вообще вот сейчас я думаю, что все равно среди наших случаев есть люди, которые периодически общаются с врачами. Я думаю, что уже поняли, что в последнее время без вашего информированного согласия мы, врачи, не можем даже к вам прикоснуться. Не провести осмотр. То есть мы должны получить ваше согласие. Так вот, и обсудить всю лечебную тактику. мы должны вот, ну, как я, например, беседую с пациентами. Значит, у пациента определенной локализации камень, да, я говорю, что при вашей ситуации возможно выполнить дистанционную, мы сейчас будем об этом говорить, дистанционную перкутанционную нефролитотрипсиру выполнить, да, то есть малоинвазивные технологии. Но в вашей ситуации, в вашей ситуации меньше возможных осложнений будет при таком-то методе, а при этом будет вот то-то и то-то. То есть мы должны с пациентом провести так беседу, чтобы мы сообща пришли к единому мнению. Это вот выбор пациента. И еще один момент, который, потому что существуют некоторые специальности жизненные, да, пилоты, железнодорожники, машинисты электропоезда, метро и так далее, МВД часто, у которых по определенным показаниям вернее, у которых не должно быть камней в почках. Просто не должно быть. У них их могут комиссовать. Да? Поэтому пациент приходит, его ничего не беспокоит. У него камень сидит там уже год сидит и никуда не собирается двигаться. На комиссию прошел, говорят, что удаляй камень. Он приходит и говорит, доктор, удаляйте мне камень. И мы должны пойти ему навстречу. Потому что он может лишиться своей работы. Вот. Ну, сопутствующие заболевания. Ну, вот социальное положение, профессия и путешествия. О чем я сейчас только что сказал. Показания к активному удалению камней мочеточника. Это камни, которые часто приводят к обструкции. Это камни с низкой вероятностью от самостоятельного отхождения. О чем мы поговорили. Десять дней стоит, никуда не двигается камень. Но что еще дальше туда его гнать? Он не пойдет уже. Показано оперативное лечение. Постоянная боль, несмотря на адекватное обезболивание, выраженная обструкция, то есть это тот гидронефрос, который я вам показывал по снимкам, значительный. Это нарушение функций почек. То есть снижение функциональной способности почек, которые могут приводить в том числе и к хронической почечной недостаточности. Каковы же оперативные хирургические лечения? Оперативное лечение на современном настоящий момент мы знаем. Ну, если еще несколько лет назад я делил как бы на 4 группы, то сейчас большинство урологов, большинство плеенцистов делят на 6 основных групп. Первое это дистанционная ударно-волновая литотрепсия. Мы сейчас поговорим о каждом методе. Это перкутарная хирургия, включая мини-перкутарную хирургию. Это трансфорутральная хирургия, мочкаймоболезник, подразличающая на ригидную гибкую. Это традиционная открытая хирургия, пятая группа лапарскопическая хирургия, и, наконец, шестая группа, это комбинация указанных методов. Надо сказать, что ни один из этих методов, первых пяти перечисленных, не имеет стопроцентную эффективность. А эффективность чем определяется? Это полнота удаления камня, да, и количество насложений, которые могут вызвать. высокие методы могут эффективность 90-96%, 98% у каких-то методов, но все равно не 100%. А вот комбинация указанных методов, конечно, может приводить к практически 100% результатов. Опять я говорю практически 100%. Будем так говорить, 99,99%. Дистанционно-ударно-воловная литотрепсия. Значит, в чем заключается метод? Это вот установка, да, которая состоит из стола, рентгеновская трубка, с помощью утрозвуковая установка, которая позволяет с помощью утрозвука наводить, и источник ударных волн. Вот это вот головка, да, разная, а это сам источник, где генерируются токи специальные. Ну, это специальное приспособление, да. В чем заключается, часто пациенты к нам приходят и говорят ультразвук. Ну, устромно можно сказать, что это ультразвук, но на самом деле это несколько не так. Значит, это банально ударная волна. А что такое волна? Банальная физическая волна? Это разность давления от максимально низкого, до максимально высокого. Как это происходит? Вот самый простой пример. Мы вода, озеро, гладь, тишь, ветра нету, ровно лежит, как стекло, да. Мы бросили камень крупный, да, пошла от камня волна. то есть, произошло? Камень, когда с жидкостью заприкоснулся, он начинает тонуть, под воздействием силы тяжести происходит сжатие, то есть давление по камню увеличивается. Камень прошел, идет разряжение, и за счет этого образуется угол. Ну, примерно принцип такой вот и здесь существует. То есть ударная волна в виде конуса направляется с помощью наведения рентгеновского либо разукового на камень, включается источник ударных волн, раздаются шелчки такие, и камень под воздействием вот этой ударной волны, он же является камень кристаллической структуры, да, решетка кристаллическая начинает разрушаться под воздействием вот этих колебаний. Вот. Впервые был выполнен дистанционный электрепси уже у человека это в Германии, в Мюнхенской клинике на аппарате Данье. Этот аппарат, эта фирма до сих пор существует, она производит различные электрепторы последнейшего поколения, и надо сказать, что вот после 80-х годов, когда появилась вот эта методика лечения мочекарной болезни, конечно, у родов всего мира наступила эйфория, но они обрадовались, они подумали, что все, сейчас перестанем больных вот такие разрезы делать, да, и все пойдет вообще замечательные и так далее. Но в конечном итоге эйфория это постепенно прошла, потому что, несмотря на то, что можно практически любой камень, даже самого большого размера, разрушить, теоретически, но эта процедура может затянуться, растянуться на года, и смысла, особенно экономического, не видят клиники в этом. поэтому все-таки эндоскопические методы хирургического лечения мочками болезни сейчас опять выходят на первое место. Трансортрайны, как вот она, о чем мы будем говорить. Но все-таки этот метод достаточно хорош. В чем его преимущество? Ну, вот этот вот способ рентгеновского, вы видите, вот видите, перекрестье такое существует, да, и мы находим в двух проекциях, в перекрестье, вот эту тень конкремента, да, вот этот вот монитор рентгеновский, да, вот, подводим подушку после наведения, где электромагнитная катушка стоит, да, и включаем источник ударных волн. А это специальный прицел, ну, это такой, именно вот у этого аппарата такая методика, да, вот что мы в центр должны навести фокус ударной волны. Метод действительно хорош, 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 чем? Тем, что он самый неинвазивный. То есть мы никакие не разрезы не делаем, не проникаем там, через естественные пути, по сравнению с другими, да, мы вот увидели, да, пациента мы уложили, там сделали даже иногда не нужно общей анестезии, сделали укол там банального кетонала или тромодола внутримышечно, да, и пациент более-менее спокойно лежит, чувствует, такие шелчки только идут, и все, да, и, ну, казалось бы, самый неинвазивный способ, и все-таки, у него есть определенные осложнения, я не буду даже на них останавливаться, но это, наверное, для специалистов все-таки главное нужно, я хочу сказать, что наша кафедра и наша клиника областная больница, да, определили показания дистанционной электриксии, они несколько отличаются от среднероссийских, от международных каких-то, но мы пришли к этому выводу, да, я скажу, что вот моя и кандидатская диссертация, и докторская моя диссертация была посвящена мочекаменной болезни, и мы, я считаю, достаточно убедительно доказали, что при дистанционной электриксии показаниями являются вот такие неинфицированные камни до 1 см, свободно располагающиеся в чашно-лохатночной системе, нормально развитые функционирующие почки без явлений острой хронической ауэропатии, плотностью, здесь необходимо добавить уже, так сказать, от себя плотностью не более тысячи хаосфилдов от той плотности, о которой я вам говорил в середине лекции. Ну и, конечно, недлительно стоящие камни до 2-х недель мочеточника. Почему опять недлительно стоящие? Да потому, что вот тот отек бурезный, та муфта, которая образуется вокруг камня в мочеточнике, мы даже камень разрушим, но эта муфта не дает фрагментам разойтись, и все равно придется лезти эндоскопически и эти фрагменты доставать. Поэтому, конечно же, если мы предполагаем, что камень там один сантиметр, что он маловероятно, что он отойдет, конечно же, можно выполнить, там находится средний третий, ну и плотностью не более тысячи колсилдов, конечно же, можно выполнить дистанционную литтрепсию. Следующий метод, который широко, ну по крайней мере, в нашей клинике, во всем мире используется, и в нашей областной больнице, это перкутарная нефролитотрепсия. перкутарная переводится как чрезкожная, да, и вот принцип здесь, показан принцип, что мы создаем доступ в поясничной области, в поясничной области, создаем канал рабочий, он небольшой, там буквально около одного сантиметра, то есть это малоинвазивная технология, нету больших таких вот разрезов, так как раньше это все делалось, но я вам сразу хочу сказать, что я являюсь категорическим противником открытых операций для приплановой хирургии мочекаменной болезни, и наша клиника давно не делает этого, ну буквально где-то с 2000, наверное, 2005-2006 года мы вообще не занимаемся открытой хирургией по поводу мочекаменной болезни, вот такой принцип, и крупные камни с помощью уже контактных гентотрипторов, они разные бывают, модные сейчас лазерные, утрозвуковые, климатические и так далее, разрушаются камни, и сразу через вот этот канал специальный, у меня, по-моему, даже есть в лекции, да, вот, это вот пункция, вот этот вот, канал создается, видите, коррголовидный камень разрушен, и специальными щитцами вот эти фрагменты удаляем через замплац трубочку, то есть через полую такую трубочку, через которую свободно ходит нефроскол, удалили камни, и в конце установили нефростому, специальную трубочку, да, чтобы какое-то время мочать текало, мы следили за пациентом, и там через несколько дней трубочку можно будет удалять. Современная высокотехнологичная операция, малоинвазивная, сейчас появился, когда я вам показывал слайд о группах хирургического лечения, конечно мини-пир, то есть это разрез, и трубочка в два раза меньше, чем вот эта стоит, да, то есть в половину меньше, то есть еще более современные эндоскопические, но там тоже определенные свои показания имеются к этому. Какие показания к проведению вот этой операции? Это крупный, более одного сантиметра, множественный нефролбуртеролитиаз, сочетание нефролитиаза со структурой лоханошемочечечного сегмента, рецидивный нефролитиаз после открытых оперативных вмешательств, в том числе после пластики лоханошемочечечного сегмента, отсутствие эффекта дистанционной гитрепсии и, конечно же, горловидный нефролитиаз. Вот сегодня буквально я оперировал пациентку, который было выполнено в вашей жизни ей 55 лет. Ей с одной стороны было выполнено 300 пилолитомия, то есть открытые операции. И в конечном итоге это привело к тому, что у пациентки помимо опять камня, который лецидивировал, наступила еще и структура лоханошемочечечного сегмента. То есть сужение мочеточника из-за неоднократных вот этих обширных операций. И пришлось, конечно, внутреннюю делать эндотомию, ну то есть, грубо говоря, вот этот суженый участок изнутри под контролем рассекать, расширять его. Хотя, я посмотрел, что три операции открытых было. Там уже стенка мочеточника достаточно толстая стала, ригидная, измененная, не очень хорошая. Боюсь, что эффект будет не очень хороший в плане рецидива структуры. Вообще, замечательные слова одного из карифеев дистанционной ретрипсии. Вот он, к сожалению, рано достаточно ушел из жизни, в возрасте чуть больше 50 лет. Это Дзиранов Николай Константинович из НИИ города Москвы, который дистанционной ретрипсией один из первых стал заниматься у нас в России. Так вот, у него замечательные слова в одной из своих научных работ они не очень запомнились, что любое наше вмешательство по поводу мочекаменной болезни может привести к усугублению течения мочекаменной болезни. То есть, вот, каждое наше вмешательство ухудшает результаты по рецидиву. То есть, рецидивы становятся все более часто и часто. И вот мы видим на сегодняшнем даже примере. Сегодня я оперировал эту пациенту. Поэтому, конечно же, крайне аккуратно надо подходить к выбору к выбору хирургических показаний выполнения того или иного хирургического вмешательства. Еще раз хочу подчеркнуть, что к открытой хирургии я отношусь крайне негативно и отрицательно. Трансуртральная хирургия трансуртральная хирургия. Но это если в перкутарной трескожной хирургии мы какой-то разрез делали, пускай небольшой, то есть мы все-таки наносили, будем так говорить, повреждения на ткани минимальные какие-то, то трансуртральная хирургия подразумевает с собой вмешательство через естественные пути. Она бывает ригидной, да, такой есть уртеро-ароноскоп, такой жесткий инструмент достаточно, который позволяет зайти через уртер, через мочевой пузырь, мочеточник и выполнить там контакт или трепсию, либо захватить камень, если он небольшой, и вытащить специальными щипцами, да, и есть фибро-уртероскопия, это гибкий инструмент используется, может быть вы встречались с фибро-гастероскопией, да, вот похожий инструмент, только более тонкий он такой, и он позволяет через естественные пути также завести, можно его завести в мочеточник и даже провести в полостную систему, да, лоханку и в нижнюю чашечку завернуть, потому что он тоже, как фибро-гастроскоп, он тоже может изменять угол вот этого кончика своего в любом направлении, да, и завести лазерное полотно по просветам и выполнить контактную интеллективу практически в любом отделе. Единственный, ну, что ли, я не скажу, что недостаток, но ограничивающий такой в наших условиях это его достаточно высокая стоимость и ограничение по ресурсу. Сами представители фирм, которые выпускают, у нас две таких известных фирмы, которые выпускают медицинское эндоскопическое оборудование, это японская фирма Олимпус и немецкая фирма Карлшторс, даже вот эти производители, они являются ведущими производителями медицинского эндоскопического оборудования, в том числе для урологии, да, так вот они говорят, что фиброортера иероноскоп, который вот этот гибкий инструмент, ну, ресурс его рассчитан на 60 часов. А у меня есть, был такой опыт, когда у нас там по какой-то модернизации поступил вот значит, в больницу фиброортера иероноскоп, и он действительно отработал не так уж много времени. А выполнить одну операцию, это достаточно такая трудоемкая должна быть операция, навыки нужно определенные иметь. Так вот, с линием операция час длится. Вы представьте, ресурс 60 часов, да, это сколько мы можем выполнить? 6 операций всего лишь выполнены, но достаточно дорогостоящие, потому что стоят они гораздо дороже, чем обычный там ригидный урология иероноскоп. А сейчас же все больницы, в том числе бюджетные считают деньги, потому что такая ситуация у нас есть. Поэтому здесь, конечно, определенные моменты есть. Определенные моменты есть. Ну, иногда этот инструмент нужен, потому что понимаете, хирургия это есть хирургия, это, конечно, она переводится рукоделие, да, и современная хирургия не только в урологии, я вообще говорю, лабороскопическая хирургия, трансруктральная, перкутанная хирургия. Урология это вообще такая специальность, и мы занимаемся теми органами, на которых можно выполнять практически все операции малоинвазивным способом. Это и лабороскопия, это трансруктральная хирургия, и это чрезкожная хирургия. По сравнению даже с другими областями хирургического направления, да, вот, так вот случилось, что у нас такие возможности есть, да, и все равно, вот, казалось бы, ну, как бы, у меня опыт уже различных операций более 10 тысяч, но, на самом деле, это очень большая цифра, лаборатория, но все равно, я даже не скрываю этого, у меня есть осложнения. Ну, пускай их меньше, чем у других врачей, да, но они есть, но осложнений нету у хирургов, которые не оперируют. Тогда они могут смело сказать, что у них осложнений нету, потому что они не оперируют. А если он оперирующий и говорит, что нет осложнений, значит, он немножко привирает. Ну, это так мы немножко отклонились им, да, тема. Каковы показания к трансфортральной хирургии? Ну, вот это, кстати, вот видно каменная дорожка. Помните, я вам говорил о шестой группе комбинации указанных методов? Этому пациенту была выполнена дистанционная литрепсия крупного камня, да, и одно из осложнений, когда вот этот разрушенный фрагмент, они одновременно начинают идти из почки, из лоханки по мочеточнику и друг другу не дают выйти в наиболее узких местах. А это, помните же, 4 миллиметра я вам говорил перед так называемым интермуральным отделом, интермуральный отдел мочеточника. Так вот, перед этим отделом они часто как машины пробка на дороге, да, несколько рядов ехали, половина дороги ремонтируют, да, и машины вынуждены там в одну крыльгу выстраиваться, да, и, естественно, друг другу не дают, этот, щенится, этот, туда-сюда, и не дают. Так и здесь, в отдельности каждой ткани бы фрагментик мог выйти, да, но на самом деле друг другу не дают, и приходится иногда применять уротероскопию, уротеролитокстракцию после дистанционной ударной волновой литотрепсии. то есть это как раз комбинация указанных методов. какие, когда вы все-таки показали? Это высокая плотность камня, отсутствие эффекта дистанционной литотрепсии, невозможность выведения камня фокуса ударной волны, каменная дорожка, вот этот пример, да, длительные стоящие камни мочеточника, опять вам напоминаю, что в муфте находятся, да, дистанционная литотрепсия невозможно выполнить, потому что не расходятся камни, да, это, конечно же, рентген, это, конечно же, рентген негативные камни, это рентген негативные камни. Следующий, какой у нас вид? Открытые вмешательства. Ну, я уже свое мнение высказал, и мое мнение в регионе все урологи знают, да, потому что неоднократно я на каких-то наших урологических форумах поступаю с какими-то докладами, и я свое мнение высказываю. И все-таки, каковы открытые операции? Ну, это, конечно же, калькулезный гнойно-деструктивный пиоменефрит, когда уже нам не до выбора, и пациента по экс-нам показаниям надо оперировать, да, и там уже, так сказать, нету времени выдумывать какие-то другие методы. Это заболированная нефрактомия, да, допустим, нефункционирующая длительная почта, и то можно ее лабороскопически убрать, иногда мы это так и делаем, да. И вот третий пункт, невозможность выполнения того или иного малоинвазивного вмешательства. Под вопросом. Почему? Потому что, к сожалению, в нашем городе не во всех клиниках, да, существует, имеется то оборудование, которое есть, допустим, у вас на больнице. Ну и, я уже не говорю про коммерческие клиники, да. И вот что им делать? Вроде нужно избавлять от камня, а с другой стороны нету оборудования, да, современного. С третьей стороны, каждый урок должен помнить о том, что опять о той фразе, которую я рассказал, что каждое наше вмешательство может ухудшить течение мочекарной болезни, а понятно, что открытая хирургия это гораздо хуже по всем параметрам операции, потому что большой разрез, большое количество интероперационных, послеоперационных осложнений и так далее и тому подобное. То есть это даже уже не обсуждается. Поэтому пока это под вопросом. Конечно же, желательно, чтобы все клиники оснащались тем или иным видом современных методий. Лабороскопическая хирургия. Ну, достаточно тоже узкие показания есть. Ну, вы представляете, наверное, чем отличается лабороскопическая хирургия. То есть операция выполняется последствием специальных установленных портов, с помощью специальных манипуляторов. То есть нету опять изменилась технология, нету больших разрезов. Но технические операции выполняются точно так же, как при открытой хирургии. Сама операция, допустим, пила или литомия. Мы также надсекаем лоханку, убираем камень и зашиваем лоханочку. Так при открытой лабороскопической хирургии мы можем это делать. Единственное, что послеоперационный период более-менее быстро восстанавливается пациент, потому что нету больших разрезов. Но показания достаточно узкие. Вот такие современные комбинации указанных методов я вам уже тоже сказал. Вот это такие методы современные лечения пациентов с мочками болезни. И теперь поговорим, как же вести этих пациентов с мочками болезни, которые либо камень отошел сроком мочи самостоятельно, либо мы убрали каким-либо способом этот камень. Я вам сразу хочу сказать, что это фактически должно вот эта борьба с рецидивами, эта борьба с мочками болезни должна продолжаться всю оставшуюся жизнь пациентов. И я своим пациентам, которых я оперировал, с которыми встречаюсь, которые приходят на консультации, говорю об этом. Во-первых, говорю о том, что я в самом начале сказал, что это хроническое рецидивившее заболевание. Второе, что я говорю, что мы свою задачу сделали, и сейчас совместно с вами от вас больше будет даже зависеть, как вы будете наблюдаться за собой, за собой наблюдать и выполнять наши рекомендации будете профилактировать рецидив. Потому что, к сожалению, к сожалению, примерно десятилетний рецидив, пятилетний рецидив составляет 50%. Представляете, в среднем, да? То есть у каждого, каждого второй пациента с мочной анаболезией через пять лет опять появляется камень. Вот, достаточно большой процент. Да, конечно, пациенты, которые, пациенты, которые, так сказать, следят за собой, выполняют рекомендации врачебные, у них этот процент снижается до 20-23%, да? А те, которые не занимаются, у них такой процент возрастает до 73%. Поэтому я и говорю своим пациентам, что свою задачу мы сделали, теперь многое зависит от вас. Конечно же, вот здесь всякий моменты перечислены, какие. Вкратце я вам хочу вот что сказать. Учитывая те факторы, о которых мы говорили в самом начале, мы должны их устранять. И это будет профилактикой развития мочекаменной болезни. Первый, на мой взгляд, один из самых важных. Ну, понятно, что не все могут переехать в другой город. И нет смысла в этом, да? у большинства людей. Ну, вот несмотря на то, что Новосибирская область является Денисием районом, да? Ну, мы здесь родились, выросли и приносим пользу. Куда я поеду? Не хочу никуда ехать в Москву, да? Я сколько раз приглашали? Не хочу я в Москву, где здесь хорошо. Вот. Это один момент. Второй момент, на который я указываю. Все-таки это соблюдение питьевого режима. Значит, в чем заключается питьевой режим? Питьевое соблюдение питьевого режима заключается в том, что организму, потребность организма в жидкости составляет суточная полтора, два литра. А в жаркую погоду или у людей, которые занимаются физической, активной физической работой какой-то или там, это, конечно же, возрастает до трех, трех с половиной литров. Так вот, эту всю жидкость, включая супы, стойки, чай и кофе даже, необходимо распределять, стараться распределять равномерно до ужина. На ночь стараться не много не пить жидкости. Ну, у всех разные традиции. В нашей семье мы, допустим, шок-9 разливаем стакан кефира. Вот. Ну, нормально-нормально. С жидкости много стараться не пить на ночь. Потому что, несмотря на то, что почки, казалось бы, работают круглосуточно, да, и вот, о чем это говорить? Мы утром встаем и идем помочиться, да, но за всю ночь у нас там накопилось 200-250 мл от силы. То есть, почки все-таки отдыхают ночью. И они должны отдыхать. Вот. Поэтому, конечно же, нам стараться много жидкости не употреблять. А вот эту всю жидкость распределить равномерно. Еще один момент. я специально не привожу цифры и пациентам даже не говорю при диетах разных, при разных камнях. Вот он, я вам говорил, фосфаты, аксалаты, там, ураты, да? Потому что есть очень ретивые пациенты, которые полностью исключают, к чему привык организм. А этого категорически я никогда не рекомендую. я не запрещаю вообще исключать чего-то, как говорят, там, кофе, какаосодержащие продукты и так далее. Их нужно ограничить. Кофе я разрешаю, но не по пять чашек в день, как некоторые, да? Ну, одна, две, максимум две чашки в сутки. Конечно же, вот эти, потому что начинаем соблюдать одну диету, у нас начинает выпадать соли-трубок. Поэтому во всем нужна мера. Мера. это главный критерий профилактики не только ручками на болезнь, но и каких-то других недугов, которые могут развиваться. Вот. Но есть ситуации, когда несмотря на там соблюдение каких-то мер профилактики, все равно развивается. Но тогда это уже задача врача детально обследовать пациента, да? Более углубленно там посмотреть какие-то моменты. конечно паращитовидные железы посмотреть. Вот о чем я говорил, проверить функцию и работу желудочек, женщина, тракта, печени, каких-то щитовидных, паращитовидных железы посмотреть, как функционируют, да? Более детально. И уже совместно прийти, опять в зависимости от результатов, к какой-то профилактической диете, допустим. А в целом вот эти три основных момента, которые я вам назвал, что нельзя мало пить, да? Надо пить сколько организм хочет, столько нужно принимать. Это и все остальные моменты. Это активный образ жизни, это исключение предных привычек и так далее. Это вот все, что вы знаете по поводу здорового образа жизни, все это нужно применять и для мучекаменной болезни. Ну, в принципе, у меня практически все, поэтому, если есть вопросы, про любого давайте выслушаем, я выскажу свое мнение и вообще обращайтесь к профессионалу. Спасибо за внимание.